Краткие проповеди Чарльза Сперджина Проповедь 102 Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем? Иона, 3 глава, 9 стих Нужно отметить, что проповедь Ионы не содержала вести о милости, а лишь возвещала короткий приговор судьи. Она была подобна звону большого колокола, который раздается только перед казнью преступника. В ней не содержалось ни слова о милости. Это была труба судьи, а не золотая труба, возвещающая юбилей. Глаза Ионы не излучали милости, в его сердце не было сочувствия. Он был послан с печальной вестью и произнес ее убийственно. Еще сорок дней, и Неневия будет разрушена. Я представляю себе, как царь Неневии собрал городской совет на чрезвычайное совещание. Представляю себе, как один из них сказал, «У нас мало надежды на милосердие, ведь Иона однозначно не предложил его. Как страшно, он говорил, он не проронил ни одной слезы. Я уверен, что Бог Ионы очень справедливый и строгий. Он не пожалеет нас, мы погибнем». Но царь ответил, «Кто знает, ты так думаешь, но, может быть, мы сможем умилостивить Бога? Не будем терять надежды, так как кто знает?» Дорогой читатель, не хочешь ли ты сказать вместе с царем Неневии, «Кто знает?» Не хочешь ли ты пойти домой в свою комнату и молиться, так как кто знает? Не хочешь ли ты взять Библию и искать в ней слова обетования, так как кто знает? Ты еще можешь быть помилован и принят, у тебя еще есть возможность петь в вечности хвалу Богу. Тот факт, что жители Неневии ничего не знали о Боге, кроме услышанного ими справедливого приговора о себе, должен был лишить их всякой надежды. Насколько счастливее мы, знающие, что Бог милостивый, как часто мы уже слышали из уст Божиих, что Он имеет о нас намерение во благо. Приди же к Господу Иисусу, поверь в Его спасающую кровь, и твои грехи будут искуплены еще сегодня.